Здравствуй дорогой, с тобой снова Лиса Лисидзе В клуб пойдете сегодня? На Лиговке? Не знаю, не знаю, не знаю Если я в клуб пойду, мне завтра выступать еще Сразу после выставки команда БАК отправилась зажигать в байкерский клуб РОД 148 Это ГОЛОД 15.00 Когда мосты размаятся, да, чем отличаете? Лоску слипает жителей Петербурга и приезжих Жители говорят, что они не будут В чем? Приезжих говорят, что л-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о А местные говорят, что я, Блять Тогда машинатон сказал не перебросы, приедете ждать часа два Вот Есть разные мосты, можно не всегда... А это, кстати, директор клуба Игорь Марон. Дону Розу организовал эту вечеринку в поддержку фестиваля Мода Ярославец. В свою очередь Дону Розу поддержали информационные спонсоры, а также московские и питерские музыканты. Да, битлы в этот вечер буквально восстали из мертвых и воплотились в лице группы Number Nine. Кого же мы еще встретили? Добрый вечер. Это Эмиль Ворон. Группа Emelion. Какие байкерские фестивали посещаете? Сами имеете ли вообще машину? Я сам вообще не вожу ничего, потому что я употребляю алкоголь и курю табак и не испытываю при этом никаких проблем. Вот. Здесь у нас в Ленинградской области есть байк-клуб в Гатчине. Вот. Это байк-клуб Hells Bells. И вот я знаком лично с президентом, с Игорем. Вот. И мы там выступали. Они на Комсомольской поляне регулярно, каждый лет там проводят фестивали там своеобразные. Мы выступали там один раз. Это было, я скажу, два года назад. В этом году мы, скорее всего, там тоже будем выступать. Все интересно, прикольная, дружелюбная атмосфера. Привет, моя группа Двойная Сплошная из Санкт-Петербурга. Мы здесь уже давно, как проливные дожди. Играем музыку, рок и про любовь, и все, что хотите. Я Марина Парфенова, вокалист, лидер группы. Я барабанщик Сергей Баршиков. Тут РУД 148, мы сегодня вещаем отсюда. Очень крутые вечеринки. Вообще, я знаю, что байкеры, ребята, добрые. Они большие, добрые и классные. Я, например, никогда не каталась на муцике, но батя у меня всегда мечтал о Харлее. И обещал мне меня обязательно прокатить. Поэтому большой привет всем вам, байкеры. От нас, от питерской группы Двойная Сплошная. Hell yeah. Рок Туза! Туза! Рок Туза! Харьков Туза! Туза! А группа юных злодеев на самом деле добрая и заботливая. Какой офигительный мерч они подогнали своим поклонникам. Надо дунуть, а то чудо не произойдет. Что тут у нас? Значок. Подставка под пиво. Поклей. Компактный музыкальный диск. И стильная черная футболка. Класс. Команда БАК тоже приехала не с пустыми руками. В подарок были диски и даже премьера песни. У нас премьера и у вас подарок. Привет! Это мой мир вновь. Это мой мир вновь. Это все, что я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. ПЕСНЯ Кстати, именно команда БАК является автором гимна фестиваля «Мода Ярославец». Привет! В Питере мы здесь, дали два концерта, у нас остановились. И в клубе «Рот-108» для Питерского вольт-клуба «Рот-108». Поскольку это хорошо, конечно, специально для них песню сегодня привезли ее сюда. Народного рада, счастлива. Большой привет, смотрите, приятного аппетита. Вот видите, микрофон уже сдал, а Саша еще бодрячком. Группа в этот день выступала на двух площадках, и везде она выложилась на 400%. Как говорится, ничего себе, все байкером. Дона Роза традиционно одела своих фанатов в фирменные футболки. И традиционно грянула каверами. Группа, кстати, не применула напомнить зрителям о непогашенных долгах. И даже сыграла рок-н-ролл с тренером-космонавтом. Надо заметить, что обе питерские площадки не смогли посетить все желающие. И группы слегка расстроены тем, что не увидели всех своих поклонников. Но, по слухам, Дона Роза готовит новый концерт 23 мая в клубе «Цоколь». Что это будет за вечеринка, пока держится в тайне? Ну, как говорится, поживем, увидим. Субтитры сделал DimaTorzok